Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. На настоящий момент в части мер социальной поддержки и мер, оказываемых семьям, военнослужащих, самим военнослужащим, участвующим в СВО, основное направление деятельности правительства является продолжение организации работы по реабилитации и медицинской помощи. На первый план сегодня выходит работа по оказанию медицинской помощи и реабилитации как военнослужащих, так и их семей. Данная работа была начата в мае 2022 года по поручению главы Республики Саха и Якутии. Были приняты отраслевые программы реабилитации. Медицинские организации Республики после возвращения из зоны СВО в период краткосрочных отпусков за различными видами медицинской помощи поступило 255 обращений от 171 военнослужащего и 249 их родственников. Для получения медицинской помощи участникам специальной военной операции членам у их семей необходимо обратиться в свою поликлинику или позвонить в единый центр сопровождения пациентов по телефону в городе Якутске 3192-85 или единый колл-центр по короткому номеру 122. Для участников СВО, членов их семьи, помощь организуется в приоритетном порядке. В Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов, начиная с июня 2022 года, прошли реабилитацию 38 военнослужащих. В рамках реабилитации оказывается специализированная медицинская и психологическая помощь. Центр также принимает на реабилитацию членов семей военнослужащих. Совсем недавно у нас там открыты в том числе и койки для, значит, непосредственно оказывается помощь для детей. За всё время работы непосредственно медицинской реабилитации охвачено уже достаточно большое количество наших жителей Республики. Кроме того, эту помощь оказываются и социальные учреждения Министерства труда Республики. В Республиканском центре социально-психологической поддержки молодёжи, который является у нас сегодня основным центром по оказанию психологической помощи, за весь период с начала специальной военной операции проведено непосредственно консультации 5 121 человеку. Консультации идут каждый день. Граждане пользуются также мерой поддержки, которая именуется санаторно-курортное лечение. И, соответственно, мы проводим эти мероприятия как в учреждениях медицинских республики Саха-Якутия, так и по соответствующей помощи оказывается в БЭСЧИБДЕ. Якутские медики, социальные работники и психологи продолжают работать также и в военных госпиталях Министерства обороны для оказания помощи нашим бойцам. Гражданам уволенным с военной службы и членам их семьи, организации службы занятости в приоритетном порядке оказывают помощь по трудоустройству. Я напоминаю о том, что непосредственно лица, которые были мобилизованы, за ними сохраняется место работы. Если лицо не было мобилизовано, то на настоящий момент службы занятости точечно работают, соответственно, по дальнейшему трудоустройству. Работают не только с самими участниками спецоперации, но и также с членами их семей. Необходимо обратить внимание, что комплексная работа, которая осуществляется с мая месяца на основании принятых соответствующих программ, прежде всего республиканской программы, комплексной, в которой включены все министерства и ведомства, реализуется на территории непосредственно республики Саха-Якутия и, соответственно, находится на контроле главы республики Саха-Якутия Асен Сергеевича Николаева. Субтитры создавал DimaTorzok